Основной вопрос повестки – изменение бюджета текущего года и плановые периоды следующих двух лет. Мы меняем бюджет Искитимского района, увеличиваем доходную часть практически на 130 миллионов, также снова распределяем средства по поселениям, мы даем дорожный фонд, мы отдаем помощь поселениям в ремонтах ДК, мы выполняем свои обязательства по полномочиям районным, мы продолжаем ремонтировать и приобретать оборудование для школ, детских садов. В ходе заседания депутаты голосовали за правки в ряд нормативно-правовых документов, что привести их в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством. Скорректировали программы наказов избирателей. Об итогах подготовки к прохождению осенне-зимнего периода в Искитинском районе доложил Алексей Калотий. Тепло в школы и сады массово подали с 16 сентября. Если была заявка, то на неделю раньше. Общий процент готовности составляет 100%. Все котельные районы находятся в работе и обеспечивают теплоносительным всех потребителей, как многоквартирные дома, так и социальные объекты и других потребителей. Уверен, что мы сделали все максимум возможно для того, чтобы нам войти в отопительный сезон и пройти его достойно, без каких-то инцидентов и аварий. Впервые на территории Искитинского района была проведена тотальная опрессовка многоквартирных домов и объектов соцкульбыта, что вызвало недовольство. Алексей Калотий отметил, требования это законно и других вариантов не будет. Каким образом мы должны быть уверены, как готов к отопительному сезону многоквартирный дом. Скажите, как. Поэтому будем к этому относиться более жестко, более планомерно будем проводить эту работу. На сегодняшний день добились же, что у нас все учреждения Искитинского района, которые на балансе Искитинского района находятся, сделали в этом году промывку, опрессовку не на бумаге, а практически. Такие решения во многом выводы из полученного опыта коммунальщиков при ликвидации зимней аварии на теплоносителей в рабочем поселке Ленёво. Как готов сам поселок, рассказал его глава Дмитрий Грушевой. Все, что мы могли починить, мы починили порядка 50 миллионов, затратили своих средств, починили 2,5 километра. Это, повторюсь, участки наиболее худшие. Также нам были выделены 5 миллионов рублей, но маленько поздновато были выделены. Мы не успели провести работы, которые запланировали. Мы приобрели на эти 5 миллионов трубы при, не дай бог, какой-нибудь ситуации, что мы даже не будем налатать ничего, просто вырезать и сразу новые куски ставить и всё. С 2021 года в решение коммунальных проблем по Ленёву было вложено 200 миллионов рублей. Тем не менее, уже на этапе начала топительного сезона в поселке произошли две коммунальные аварии. В среду ленёвцы вновь остались без горячей воды и отопления по причине порыва трубы на магистральной теплотрассе. Всю жизнь считал так, что ответственность за тепло, газо, водоснабжение в муниципальном образовании несёт муниципальное образование. И какие бы проблемы не существовали на территории рабочего посёлка, отвечать будет глава. Я вот немножко не понимаю, почему это вдруг как-то так уведено в сторону, что вроде кто-то за что-то будет нести ответственность отдельно. Не будет. Есть закон. Я считаю, что будет правильно, если мы в индивидуальном порядке с коллегами и депутатами заслушаем внимательно, что происходит в рабочем посёлке. Совещание запланировано на Ленёвской территории с местными и районными депутатами. Юрий Саблин порекомендовал ежегодно выносить на обсуждение с народными избранниками вопрос подготовки к отопительному сезону, но в более ранние сроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова